Венгрия возбудилась За прошедшие сутки вооруженные силы Украины один раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР. По данным ведомства, под обстрелы со стороны противника попало село в Термановском районе республики. Огонь ввелся из зенитных установок и стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Венгрия Венгрия выступает категорически против этого. Напоминаем, что ранее в столице Закарпатья Ужгороди неизвестные дважды поджигали здание общества венгерской культуры. Будапешт в ответ призвал ввести в регион наблюдателей ОБСЕ. Польские националисты Польские националисты В посольстве Великобритании в Москве сообщили, что британские дипломаты, высылаемые из России в качестве ответной меры на аналогичный шаг Лондона, уедут на родину до конца недели. Все высылаемые британские дипломаты, как и просил МИД РФ, покинуть Россию до конца недели. Некоторые по своему желанию могут уехать раньше, отметили в дипмиссии. Напоминаем, что британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению 4 марта в английском Солсбери, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Москва обвинение категорически отвергает. 17 марта в ответ на мир Лондона МИД России объявил персонами Нонграда 23 британских дипломата, а также закрыл кинг-консульство Великобритании и Санкт-Петербурге и прекратил деятельность Британского Совета Российской Федерации. При этом российская сторона оставляет за собой право принять другие ответные меры, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера. Спикер Верховной Рады Андрей Порубий в понедельник оговорился, назвав выборы президента России в Крыму так называемыми выборами президента Украины. И мы будем призывать парламенты других стран мира присоединиться к нашей позиции и занять такую же правовую позицию относительно так называемых выборов президента Украины. Напомним, что 19 марта в парламенте был зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации. Его внесла фракция Народный фронт. Суть отметить, что это уже вторая оговорка Порубия на тему выборов президента России на территории Крыма. Неделю назад спикер сказал, что готовится постановление о связи с подготовкой незаконных выборов президента Украины. Сотрудники управления ГАИ МВД ДНР привлекли к административной ответственности женщину-водителя, ранее нарушившую правила дорожного движения. В конце февраля в социальных сетях нарушительница выложила фрагмент видеозаписи, в котором пыталась дискредитировать правоохранителей, провоцируя инспекторов и вовлекая в конфликт несовершеннолетних детей, находившихся в салоне автомобиля. На доводы и аргументы стражей порядка женщина реагировала неадекватно. Посмотрите, ребенок в истерике, потому что меня задержали необоснованно. Показали видео совершенно необъективное. Садись, сына, садись. Ничего страшного, мы сейчас поедем. Учитывая ситуацию и эмоциональное состояние малолетних пассажиров авто, доведенных женщиной до истерики, сотрудники полиции на основании статьи 38 административного кодекса приняли решение наложить взыскание позже в установленные законом сроки. При следующей встрече с инспекторами ГАИ женщина также вела себя вызывающе и безапелляционно ставила под сомнение компетенцию правоохранителей. Я двигалась со стороны Харциска. Покажите мне, пожалуйста, видео, где я двигалась. Вы действуете не в своих моторах сейчас, не хочу сказать. Я действую? Нет. А где путевой лист, что вы должны сейчас стоять между нас в России? В попытке хоть как-то дискредитировать инспектора женщина не учла тот факт, что карточка маршрута патрулирования является служебным документом и содержит информацию, не подлежащую разглашению. Нарушительница категорически отказалась подписывать протокол и практически на протяжении всей беседы общалась с кем-то по мобильному телефону. Инспекторы ГАИ в соответствии с требованиями действующего законодательства составили документ в присутствии двух свидетелей. После выполнения всех процедур копия протокола была вручена нарушительнице. Копия административного протокола водителю вручаю. Наталья Сильевна, возвращаю вам свидетельство о регистрации. Вот, смотрите. До уплаты административного штрафа у вас изымается водительское удостоверение. На момент управления вам выдается временный талон на управление транспортным средством в соответствующей категории. Наталья Сергеевна, в течение двух недель вы должны оплатить административный штраф, либо его обжалу, в течение 10 дней. Правоохранители отмечают, что никакие провокации со стороны водителей не позволят нарушителям правил дорожного движения избежать предусмотренной законом ответственности. К водителю была применена административная санкция в виде штрафа 850 рублей Российской Федерации. Пришлось привлекать двух свидетелей. В их присутствии были зачитаны права и обязанности водителя. Было объяснено о том, что водитель имеет право давать пояснение по данному административному нарушению, предоставлять ходатайство, пользоваться юридической помощью. Водительское удостоверение изымается до уплаты административного штрафа согласно действующего законодательства Донецкой Народной Республики. В случае возникновения каких-либо спорных или конфликтных ситуаций, граждане могут обращаться в дежурную часть управления ГАИ МВД ДНР по телефону 071-361-7378. Данный номер размещен на патрульных автомобилях подразделений ГАИ Республики. Продолжение следует...